Приветствую вас. Начать свой ответ я бы хотел с того, чтобы вы постарались определить, сформулировать, сформировать для нас, что именно вы делали. Как именно постепенно вы, ну, вот, свои какие-то страхи, значит, свои какие-то установки, да, отпускали. Вот. Потому что, ну, вот, например, мне ничего об этом не известно. О том, что вы делали, делали ли вы, значит, как вы делали, если делали, там, ну, грубо говоря, что вы делали и, в общем, так далее. Мне это ничего не, мне это не известно абсолютно. А вот, значит, поэтому я, соответственно, должен-должен задать вам этот вопрос. Ну, просто потому что непонятно, что происходит и как и что вообще вам выполнялось под руководством. Кого, если выполнялось, что делали, был ли какой-то результат от того, что вы делали, ну, и так далее. Вот. Значит, почему я об этом спрашиваю, да, потому что, если мы говорим о какой-то серьёзной помощи вам, то нужно понимать, с чем, с чем имеем дело. Вот. Пока же я, к сожалению, не понимаю, с чем имею дело. То есть, что у вас за проблемы, какого характера. Вы говорите, значит, что всё делать постепенно, нет сил. Значит, вы, получается, что-то делали уже. И, видимо, вам это давалось тяжело. Достаточно. И болезненно. Если это так, то я могу сказать только то, что это процесс, вот он такой, какой есть. Это действительно работает именно так. Это действительно работает именно таким образом. То есть это действительно не быстрый процесс. Это действительно процесс очень деликатный. Ну, должен быть деликатным этот процесс. Потому что можно легко достаточно навредить человеку. И, соответственно, да, это боль, это проживание своих негативных ощущений, болезненных ощущений. К сожалению, да. Ага, так оно и есть. Ага. Так происходит терапия, и вы либо принимаете это, либо принимаете это, либо нет. Потому что в психотерапии, в отличие от другой терапии, клиент сам прикладывает все усилия для того, чтобы, ну вот, у него получилось сделать то, что он хочет. То есть выздоровление, то есть выздоровление, это ваше собственное дело. Психолог только помогает. Вот. Конечно, существуют такие методы, как НЛП, существует гипноз. Можно ли говорить о том, что гипноз это эффективное средство для избавления людей от их проблем? На самом деле нет, потому что гипноз это просто обман, просто обман сознания. То есть гипноз как бы делает так, что вы думаете, что у вас все хорошо, гипноз как бы делает так, что вы полагаете, что у вас все здорово. Ну а на самом деле этого не происходит, и в итоге тот симптом, который был у вас, например, раньше, да, тот симптом, который, например, есть у вас сейчас, да. Вот, этот симптом, он, ну, ну, например, проявится где-то еще, значит, совершенно неожиданно может симптом этот проявиться. И вам будет от этого, ну, вряд ли лучше. То есть да, какое-то облегчение может наступить, вот, но вряд ли вам будет сильно лучше. Вот, от того, что вы делаете, и от того, как вы делаете. Вот, поэтому нет, к сожалению, нельзя резко разом отпустить свои установки, ну, хотя бы потому, что они, эти самые установки, формировались у вас не, так же не сразу, и, в общем-то, нужно время. Нужно время. Но время нужно небольшое, на самом деле, на самом деле, время нужно небольшое, время нужно достаточно среднее количество, если, например, ну, если мы говорим о работе, конкретной работе, нацеленной именно на результат, да. Вот, времени нужно немного. То есть, ну, в зависимости от того, насколько у вас развивается сопротивление, конечно, да. То есть вот то, что у вас нет сил, да, то, что у вас нет сил, ну, это говорит об определенном сопротивлении. То есть вот именно сам факт того, что вы говорите, у меня нет сил для того, чтобы, ну, что-то делать дальше. Вот сам этот факт уже, как бы, свидетельствует о том, что есть где-то сопротивление. И где-то это сопротивление, а, вами, ну, не было замечено. Или вами, или психологу, психологам, с которым вы работали. Вот. То есть работа велась, 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 а по итогу, по итогу у вас возникло сопротивление, которое вы не разобрали. То есть вот, например, вы говорите, у меня нет сил. Нет сил на что? Нет сил из-за чего? Знаете? То есть все это, все это, в общем и целом, также подлечит терапии. И лучше, если это будет тот же психолог, с кем вы работали. Вот. То есть нужно понять, что это такая довольно детская позиция, с которой вы сейчас занимаетесь. Как отпустить, как отпустить сразу, и у меня нет сил. Это детская позиция. Детская позиция, позиция обиженного, позиция, эээ, позиция, эээ, с точки зрения, эээ, ожиданий, эээ, ну, каких-то ожиданий. Да, вот, именно, именно, эээ, именно, именно, ожиданий чего-то. Ожиданий, эээ, может быть, эээ, чего-то волшебного от работы с ээээ, эээ, психологом и так далее. Понимаете? То есть, эээ, вот эти ожидания, они, ээээ, являются, как бы, продолжением тех обид, которые вы, вполне возможно, возможно, унаследовали от своей, ээээ, семьи. И, ну, я так думаю, я, опять же, эээ, не знаю, я не уверен, но, ээээ, как это видится мне, эээ, вполне такая история может, эээ, иметь место быть. Вот. И, уже с ожиданиями нужно работать. Уже с ожиданиями нужно работать. Чем ожидания продиктованы, какие желания стоят за этими ожиданиями и так далее. Потому что, эээ, иногда, иногда, вот эти ожидания, которые потом пораждают обиду, это и есть такая, вот, подсознательная игра, эээ, значит, в эээ, то, что вроде бы я хочу, эээ, опустить обиды и, эээ, значит, значит, ээээ, страхи и установки. Вот. Но в то же время я не хочу, потому что это занимает много сил. Это тяжело. Так а вы сами, вот, как считаете, что это прям, прям, ээээ, очень легко должно быть или как? Вы же, наверное, понимаете, что если в вашей психике заложены, эээ, изначально заложены какие-то, вот, эээ, ну, негативные, ээээ, значит, ээээ, деструктивные эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ чтобы от них не избавились вот так быстро, как вот, например, ну, как вы, как вам бы хотелось, допустим. Вот. И, соответственно, соответственно, есть сопротивление. Вот. Я полагаю, что вы, ну, недостаточно осведомлены о том, как происходит работа и что она из себя представляет, эта работа. Вот. А так, если говорить именно о, значит, ну, если говорить именно о быстрых способах, да, то можно назвать НЛП и, собственно, Эриксеновский гипноз или просто гипноз, гипноз. Это вам, значит, ну, это вам облегчит состояние, но, к сожалению, не решит проблем в целом. Вот. Значит, что еще я вам могу сказать? Работа действительно бывает тяжело, и в этом случае, в этом случае рекомендуется, ну, можно порекомендовать, значит, ну, некоторые лекарственные средства для того, чтобы было легче, для того, чтобы было проще, для того, чтобы было более, ну, может быть, более безболезненно справляться с этим состоянием. То есть, препараты, на самом деле, не должны быть каким-то слишком уж тяжелыми, да, слишком сложными препаратами, должны быть совсем уж как-то подавляющими, например, вашу систему, да, нервную. Но, тем не менее. Вот. Так что подумайте, пожалуйста, на эту тему. Вот. И я думаю, что обязательно вы к какому-то решению придете, то есть, вполне вероятно, что психолог, может быть, которого вы выбрали, ну, не является вашим. То есть, просто, ну, грубо говоря, не подходит вам психолог, да? Вот. Ну, может быть, есть ещё какие-то причины, по которым вам так тяжело работать над собой, над собой. Ну, вот. Но, тем не менее, страхи установки, тем более, не снимаются так быстро. Это невозможно. Вот. Можно достичь определённого успеха, можно достичь эффективности, но процесс этот всё же скорее постепенный, нежели чем быстрый. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Конечно, я понимал, что вряд ли, вряд ли мой ответ вас обрадует, потому что вам хочется побыстрее. Ну, я надеюсь, что вы всё-таки сможете возврат к своему взрослому состоянию, да? Вот. И посмотреть адекватно на ситуацию, вот. И принять, на мой взгляд, достаточно простую истину о том, что для любого эффекта, для любого результата, для получения любого результата нужны усилия. Вот. И вы, конечно же, можете этих усилий не прилагать, но тогда под вопросом стоит то, что вы, ну, то, что у вас получится сделать. Под очень большим стоит вопросом. Вот. То есть тут нужно уже думать о том, чего именно вы хотите. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Если у вас остались вопросы ко мне по психологии, обращайтесь в личку. Буду рад помочь. Я работаю на результат, то есть я не отниму у вас много времени. Я не отниму у вас лишнего времени, но то время, которое необходимо для работы, я возьму. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам еще раз удачи и всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok